Добрый день, дорогие друзья! Самое главное для нас и наших близких – здоровье. Поэтому о нем надо заботиться правильно, ориентируясь на проверенные, обоснованные способы лечения и предупреждения болезней. Сегодня я познакомлю вас с новинками, поступившими в библиотеку, в которых рассматриваются актуальные проблемы здоровья. В России более половины жителей старше 40 лет имеют избыточную массу тела, переходящую к 50 годам в ожирение. Вы сразу можете определить, есть ли у вас этот грозный диагноз. Помогут в этом не весы, а сантиметровая лента. Если при обертывании ее вокруг талии получится цифра меньше 80 сантиметров у женщин и 92 у мужчин, то признаков опасного заболевания у вас нет. О другом способе, основанном на весе и росте, вы узнаете из книги Ольги Демичевой и Антона Родионова «Гормоны, гены, аппетит. Как победить лишний вес с пользой для здоровья». Ольга Юрьевна – практикующий врач-эндокринолог с 30-летним опытом лечения ожирения, диабета и других эндокринных заболеваний. А Антон Владимирович – врач-кардиолог, кандидат в медицинских наук, доцент. Ожирение влияет на работу сердца, разрушает суставы, становится причиной депрессии и семейных драм. Почему же одни люди могут есть сколько угодно и не полнеть, а другие поправляют, что называется, с воздуха? И можно ли похудеть, не мучая свой организм диетами и не превращая жизнь в вечный марафон? В этой книге вы найдете новейшие медицинские знания и практические рекомендации, как нужно питаться, чтобы жить с удовольствием, не страдая от голода и от переедания. Прочитав эту познавательную, увлекательную и нужную книгу, вы научитесь распознавать риски лишнего веса для своего здоровья и получите в руки оружие, которым можно его победить. Имя автора следующих изданий широко известно. Сергей Бубновский, доктор медицинских наук, профессор, автор принципиально новых, безоперационных методов лечения позвоночника и суставов, создатель нового направления в медицине, кинезитерапии, в которой сам больной активно участвует в своем выздоровлении, благодаря внутренним резервам организма и пониманию своего тела. Доктор, который когда-то и сам смог начать новую жизнь после 27 лет использования костылей. И он призывает своего читателя по-новому взглянуть на систему под названием «Организм человека» не со стороны болезни, а со стороны возможностей, данных человеку природой. В своей книге «Кинезотерапия на каждый день» 365 советов доктора Бубновского он дает полезные советы тем, кто хочет сохранить или восстановить свое здоровье. Автор рассматривает основные ошибки, которые возникают при неправильном или необдуманном подходе к физическим нагрузкам, и дает рекомендации, которые помогут восстановить здоровье суставов, позвоночника и сердечно-сосудистой системы без лекарств и операций. Советы, которые содержатся в этой книге, будут полезны для всей семьи – мужчинам и женщинам трудоспособного возраста, молодым родителям, людям старшего поколения. Заниматься здоровьем необходимо в любом возрасте, а советы доктора Бубновского помогут читателям делать это правильно. Девизом очередного издания Сергея Бубновского «Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров» стали слова «Ни дня без упражнений». Перед вами надежный помощник для тех, кто понимает, что движение – это жизнь. Специально разработанные системы упражнений от Бубновского можно выполнять при помощи простых вспомогательных средств дома, во время отпуска и длительных командировок. Для удобства читателя тренировки собраны в разделы, охватывающие все основные группы суставов, связок и мышц. Первая группа – это для коленного, тазобедренного и вольностопного суставов. Вторая группа – для брюшного пресса и поясничного отдела позвоночника. И третья – для мышц пояса верхних конечностей. Каждое упражнение сопровождается подробными сведениями о показаниях и противопоказаниях, что с легкостью поможет избежать спортивных травм. В книге рассматривается также, какие упражнения, сколько, как, в каком количестве необходимо делать. Не хотите закончить жизнь дистрофией – выполняйте их регулярно, несмотря на свое состояние. Эта книга призвана стать карманным доктором каждого, кто хочет вернуть и сохранить здоровье на долгие годы. Стопа, спорт и здоровье. Так называется еще одна новая книга Бубновского. Стопа и вольностопный сустав – главный ресторот тела и главный амортизатор. Нарушение в стопе приводит не только к деформации суставов, отекам, болям, травмам и плоскостопию, но и к серьезным проблемам спины, головным болям, различным хроническим заболеваниям и даже нарушению умственной деятельности. Сергей Михайлович рассказывает, как восстановить здоровье стопы и сохранить на долгие годы. Как снимать усталость, боли и отеки в ногах после трудового дня. Какие травмы голеностопного сустава чаще встречаются и как правильно восстанавливаться после таких травм. Кроме того, автор затрагивает такие важные вопросы. Лечебное босхождение. Как работает терморегуляция организма. И чем опасно переохлаждение. Молодые родители здесь найдут советы о том, как предупредить у ребенка развитие плоскостопия. Они узнают, почему массаж ступней у малыша полезен для развития всего организма. И как правильно закаливать детей разного возраста. В общем, здоровая стопа – основа здоровья всего организма. Правильный уход за ними необходим каждому человеку с момента рождения и на протяжении всей жизни. Автор подробно описывает, как обеспечить такой уход людям разного возраста, при различном состоянии здоровья и в разных жизненных ситуациях. В продолжение темы об избавлении от суставных болей, налаживании обмена веществ, похудения, следует порекомендовать книгу уникальные лечебные свойства сорняков. Авторы этого издания – Владимир Корсун и Владимир Викторов. Они поставили перед собой цель – рассказать об использовании растений сорняков, встречающихся в изобилии на дачных участках и огородах. Каждый человек с детства знаком с вездесущими сорняками, но что нам известно о них? Подорожник, крапива, полынь и душица – они всегда рядом, привычные, как воробьи и вороны. Авторы откроют нам неизвестные до сих пор. Например, поведают о том, как с помощью подорожника запорожцам легко удавалось расстаться с привычкой к курению. Они стараются привести примеры как можно более часто произрастающих на огородах и в садах средней полосы России сорных растений в лечении, фитодиетике и профилактике многих заболеваний. Вы найдете здесь рецепты и советы опытных медиков и травников по сбору, заготовке, применению и хранению лечебных растений, известных нам под обидным названием – сорняков. Кроме того, в главе «Сырники на кухонном столе» Вы познакомитесь с интересными рецептами приготовления из них салатов, супов, каш, варенья, напитков. Например, маринованные цветочные почки одуванчика, оказывается, по вкусу не уступают каперсам. Еще Вы узнайте о применении в косметологии, какие ванны лекарственные можно приготовить из сорных трав. В приложении, уважаемый читатель, есть календарь сбора сорняков, который поможет Вам сориентироваться, когда собрать целое сырье. Прочитав эту книгу, можно прийти к выводу, что некоторые сырники могут то, что иногда с трудом сделают широко разрекламированные зарубежные препараты. Поэтому помните о них и рационально используйте в повседневной жизни. Здоровья Вам и благополучия!